Сочи поддержал эту здоровую традицию В целях профилактики с этим заболеванием В городе устроили медосмотр Сочинцы проверили здоровье своих легких В городском центре медицинской профилактики Здесь для всех желающих Была проведена комплексная оценка Функций дыхательной системы В том числе компьютерная спирография Спирография это процедура Которая позволяет графически изобразить На экране качество вентиляционной работы легких А это сам спирограф Диагностический прибор Задача которого измерение различных дыхательных параметров Изменение объема легких Определение потребления кислорода Глубина и частота дыхания С помощью спирографа можно сделать предположение О присутствии того или иного заболевания Бронхолегочной системы А правильно поставленный диагноз Это своевременный сигнал к лечению пациента Сохранению его здоровья И улучшению качества жизни Кашляете ли вы каждый день по нескольку раз? Возникает ли при откашливании мокрота или слизь? У вас быстрее появляется одышка в сравнении со сверстниками? Вы старше 40 лет? Курите ли вы и приходилось ли курить раньше? При положительном ответе более чем на два вопроса Необходимо проведение спирометрии Если у пациентов были выявлены факторы риска Развития хронической обструктивной болезни легких То у них у всех должен предполагаться диагноз Хобл Хроническая обструктивная болезнь легких Заболевание, которое набирает обороты Продвигаясь в рейтинге причин смерти людей старше 45 лет На сегодняшний день болезнь стоит на шестом месте Среди ведущих причин смертности в мире По прогнозам Всемирной организации здравоохранения В следующем году Хобл займет уже третье место Болезнь коварна тем, что основные симптомы В частности при табакокурении Проявляются лишь через 20 лет после начала курения Хроническая обструктивная болезнь легких Приводит к нарушению дыхания за счет сужения просвета бронхов Снижается эластичность легких То есть их способность сжиматься и расширяться в процессе дыхания Легкие при этом находятся постоянно как будто в состоянии вдоха В них всегда, даже во время выдоха, остается много воздуха Что нарушает нормальный газообмен И приводит к развитию дыхательной недостаточности Болезнь долгое время может протекать бессимптомно Однако в отсутствии лечения незаметно прогрессирует обструкция дыхательных путей Которая становится необратимой и ведет к ранней нетрудоспособности И сокращению продолжительности жизни в целом Важно знать, что Хобл – это заболевание, при котором важна диагностика на начальных стадиях У нас в Центр здоровья мы выявляем социально значимые заболевания Такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма Ну и, конечно, хроническая обструктивная болезнь легких Для этих целей мы проводим спирографию Это функциональное состояние легких Это исследование применяется в пульмонологии и в терапии Для определения функционального состояния легких Определяется объем легких, определяется объем выдыхаемого воздуха в одну секунду И скорость выдыхаемого воздуха И на основании уже этих данных врач смотрит пропускную способность бронхов Вдоха-выдоха и наполнение легких, объем наполнения легких Жизненная емкость легких, форсированный выдох Если снижены, то значит нужно искать уже какие-то заболевания легочные Хроническая обструктивная болезнь, это хроническое воспалительное заболевание Вызывается различными этиологическими факторами На первом месте, конечно, стоит табакокурение И процесс этот медленно прогрессирующий Вызывает нарушение функций легких и приводит к дыхательной недостаточности Значит, табакокурение стоит на первом месте Пассивное курение, конечно же, на втором месте Работа на вредных условиях труда То есть с какими-то в пыли, например, пары кислот, щелочей И даже вдыхание дыма от дров или другого топлива Тоже приводит к хронической обструкции Значит, профилактика Это такая, конечно же, полный отказ от курения Полный отказ от пассивного курения Адекватная физическая нагрузка, физкультура Ходьба умеренная Плавание очень хорошо способствует оздоровлению легких Дыхательная гимнастика Ну и, конечно же, вакцинация Сезонная вакцинация обязательно нужна Особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания Органов дыхания Это делается в целях выявления возможности возникновения какого-то заболевания То есть риска возникновения заболевания Заболевания легких Если вдруг мы выявляем какое-то изменение в спирографии Негативное То мы советуем больному обязательно Ну, говорим ему об этом, конечно же И советуем обследоваться дальше Отправляем к участковому терапевту по месту жительства И дальше уже он проходит обследование То есть мы его не просто так выпускаем И, как говорится, на вольные хлеба Обязательно ему указываем и даем рекомендации Чтобы он это дело не запускал Ну, в этом и заключается профилактика Человек приходит и даже не знает, что у него там что-то есть Ну, конечно, жалобы какие-то есть Это в основном бывает утренняя мокрута Кашель утренний Вот, это бывает Даже гнойная мокрута бывает Одышка при физической нагрузке То есть это первые признаки каких-то таких тревожных звоночков Неполадок с органов дыхания в том числе Вот, это, конечно, могут быть и сердечные какие-то дела Ну, и органов дыхания Вот, ну и, там, например, посинение губ, кончиков пальцев Тоже может сопровождать вот такие абструктивные дела Абструктивные заболевания Если есть такие симптомы, особенно И изменения в спирографии патологические какие-то То мы рекомендуем проходить обследование дальше Хроническая абструктивная болезнь легких Это, как бы сказать, это неадекватный ответ легких на воспалительную реакцию Вот, это происходит абструкция Начинается это с бронхов Вот, опускается постепенно, конечно, в легкие И процесс этот прогрессирующий Можно замедлить, если он уже начался, этот процесс Он неизлечим, но его можно замедлить Вот, здоровым образом жизни как раз-таки Полный отказ от курения Если работает человек с вредными Во вред... Как это правильно сказать? На вредном производстве Которое связано с задымлением Там, с пылью, с парами кислот и щелочей Вот, нужно убрать агрессивный фактор То есть убрать травмирующий фактор Значит, уйти с этой работы Потому что здоровье, конечно, важнее Здоровый образ жизни Это, конечно же, питание правильное Человек должен... Это относится не только к сердечно-сосудистым заболеваниям Не только к ожирению, сахарному диабету Это относится в большой мере И к заболеваниям органов дыхания, конечно же Кушать обязательно Здоровое Здоровую пищу В день не меньше полкилограмма Свежих овощей и фруктов Вот Ну, конечно Физическая активность Двигательная активность Ходьба не меньше 10 тысяч шагов в день Ну, можно 8 тысяч шагов в день Вот, причем такая ходьба активная Вот, это улучшает и работу сердца Это улучшает и состояние легочной системы Дыхательной системы Центр здоровья у нас профилактическое учреждение Значит, выявляем социально важные заболевания На первых этапах, когда человек еще не подозревает О возможности возникновения у него каких-то заболеваний Еще раз перечислю Таких, как сахарный диабет Ишемическая болезнь сердца Гипертоническая болезнь Бронхиальная астма Ну и какие-то легочные неполадки тоже Вот, поэтому пациент проходит у нас обследование Вот, и мы видим, что если у него какие-то показатели повышены Мы ему указываем на это И рекомендуем, ведем беседу с каждым пациентом индивидуально О здоровом образе жизни Что ему нужно предпринять, чтобы избежать развития каких-то заболеваний Вот, если у него дела уже далеко зашедшие Например, к нам приходят не только молодежь, у которых нет хронических заболеваний Только могут быть повышены какие-то показатели Если к нам приходят пожилые пациенты Уже с существующими хроническими заболеваниями Центр медпрофилактики, поэтому так и называется Что мы выявляем начальные стадии Мы выявляем факторы риска возможности развития серьезных заболеваний И проводим мероприятия, чтобы не допустить их развития Профилактика этой болезни стала темой одного из занятий в Сочинской школе здоровья Почему возрастным людям очень страшна вот эта вот пневмония Потому что считается, что инфаркт начинается в легких То есть начинается заболевание в легких, а потом страдается сердечно-сосудистая система И очень у многих людей вот преддверием инфаркта становится именно пневмония Ну почему вот так вот она изменилась? Конечно, в возрасте падает иммунная защита Кроме того, у людей в возрасте очень большие факторы риска Практически сложно совершенно здоровых найти людей В частности, сахарный диабет, о котором мы говорили на прошлом занятии Он огромный фактор риска Иммунные силы меньше, чем у такого человека молодого Естественно, и температурная реакция тоже снижена И не всегда человек может обращаться Кроме того, очень многие люди старшей возрастной группы Получали какие-нибудь противорематические препараты Иммунодепрессанты при аутоиммунных заболеваниях Потом онкологические болезни Сахарный диабет Все это способствует тоже все эти болезни снижению иммунитета И пневмония может возникать от таких микроорганизмов сейчас О которых раньше не говорили Ну, например, вот наш город, он очень опасен в плане аспергиллеза Это грибковое такое заболевание Потому что у нас все-таки влага, тепло, сырость Морозов нет, вот эти вот здания И если плесневые какие-то образования у вас в квартире Аспергила может быть Одно дело, она захватит или нет, ваши легкие Это другой вопрос Поэтому первое, что в нашей ситуации Особенно нашего города эндемичность Это, конечно, борьба с плесенью И чтобы ее не было, не вдыхали Очень опасны в этом плане кондиционеры Все кондиционеры и так далее Нужно часто чистить, проверять и так далее Вот оттуда может быть Ну, достаточно такое редкое И очень поздно его диагностируют, как правило, доктора Это актиномикоз, это такие микроорганизмы Вот у нас в институте микологии в Петербурге Его лечат, очень тяжелые вот такие болезни Вот, 20% пневмоний Это вирусные пневмонии Антибиотики здесь И если это аспергила, допустим Или антимикоз То здесь антибиотики не будут работать Назначают всегда антибиотики А поскольку у микроорганизмов У них же тоже существует взаимосвязь Ну, вот как сказать Они живут себе Каждый борется за еду Так же, как люди Вот Или животные И что получается Врагов убили Они поднимают голову Те же грибы Нерационально используют антибиотиков Часто приводят вот к этому Вот, поэтому пневмония может подкрасться незаметно И если вы почувствовали недомогание Слабость Идите к доктору Конечно, основной причиной Часто бывает вот такого резкого снижения иммунитета Соответствие и возникновение пневмонии Это какая-то вирусная инфекция И самое противное и страшное из них Это вирусный грипп эпидемический Значит, здесь что происходит Сам грипп, он поражает резко иммунную систему Тотально Вот А потом начинаются продираться Как мародеры различные микроорганизмы И начинается поражение легочной ткани Ну и гриппозная, конечно, инфекция Она тоже дает это Поэтому здесь основная какая Профилактика Прививка против гриппа Ну вот сейчас вы будете говорить Что кто-то прививался Там все равно болеют Болели ли гриппом или нет, неизвестно И теологию не установили Потому что вот этих вирусных инфекций Очень много Но ясно и доказано Что Те, кто привиты От гриппа Еще не было достоверно доказанных случаев Что человек умирал Да, он может заболеть гриппом Но смерти не будет И тяжелых оснаживаний не будет Поэтому я вам советую Сейчас еще идет Бесплатная вакцинация Людям старше 65 лет Показана вакцинация Ну многие говорят Что вот снижение иммунитета Все равно вакцины не работают Нет Работают вакцины Даже при сниженном иммунитете Они оставляют иммунную память Вот И это дает возможность Не заболеть тяжело Гриппом Или не заболеть вовсе Если вы заболели Какое-то острое Респираторное заболевание Заболевание получили То это не значит Что еще грипп Это надо доказать Надо лабораторно Все Вирусологически обследовать Поэтому советую вам Кто не привился Прививайте Сейчас вакцины Малореактогенные И прививают даже Во-первых Маленьких детей Чего раньше не прививали Ну и конечно Даже ВИЧ инфицирован Всемирный день борьбы Против хронической Обструктивной болезни Легких Отмечается ежегодно В ноябре По инициативе Всемирной организации Здравоохранения По оценкам ВОЗ Хронической обструктивной Болезнью легких Страдают 210 миллионов человек 6% смерти Приходится на Хобл В рамках Всемирного дня Борьбы против Хронической обструктивной Болезни легких Предпринимаются Глобальные шаги По повышению Осведомленности о Хобл И улучшению Качества помощи пациентам В эти дни во всем мире Специалисты здравоохранения Проводят медицинские Обследования Профилактические И информационные мероприятия Одно из важных мест Занимают различные акции Направленные на борьбу С курением В целом Всемирный день Борьбы против Хобл Учрежден с целью Повысить информированность Населения Об этой болезни И мерах Ее профилактики Добав печальные прогнозы Врачей Не сбылись Для России Хобл имеет особую актуальность Холодный климат Распространенность курения Высокая заболеваемость С респираторными инфекциями Эти факторы Способствуют Развитию болезни Но важно Что большую часть Случаев Хобл Можно предупредить Пациенты Страдающие Хронической Обструктивной болезнью Легких С частыми обострениями Также могут добиться Более высокого Качества жизни Профилактические мероприятия В отношении Хобл Это составная часть Общих усилий По профилактике Хронических болезней Основой является Здоровый образ жизни Который включает в себя Достаточную физическую активность Пребывание на свежем воздухе Сбалансированное питание У сочинцев В этом плане Гораздо больше возможностей Чем у жителей Более северных регионов В городе Специально для Размеренной пробежки Или прогулки Построен теренкур Так называемая Тропа здоровья Перепад высот Позволяет давать Равномерную нагрузку Легким Регулярные занятия Физкультурой Тоже способствуют Увеличению Дыхательного объема легких Можно присоединиться К участникам Городской акции 10 тысяч шагов к здоровью Каждую пятницу Группы энтузиастов Проходят заранее Намеченный маршрут Многие открыли Для себя Скандинавскую ходьбу Специальные палки Помогают быстрее Покорять дистанцию В целом В каждом из районов Сочи Открыты по 4 маршрута Для оздоровительной ходьбы И учитывая Что в Сочи Почти круглый год Хорошая погода Все желающие Могут регулярно Выходить на старт Улучшают Кровообращение В грудной клетке И массажные процедуры Мерами предупреждения Хоббл Также служат Исключение вредных факторов Профилактика обострений И других Гронхолегочных инфекций И конечно В первую очередь Это касается Отказа от курения Отказа от курения Отказа от курения Отказа от курения